Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам свои покупки уходовой и декоративной косметики от компании Фаберлик. Это будет такая сборная солянка из косметических средств, которые я приобрела за последнее время. Кстати, некоторые позиции у меня уже мелькали в видео в распаковках в Фаберлик, но так как здесь я решила снять отдельное видео о своих покупках, поэтому покажу вам все, что у меня скопилось. Если вам интересны тематика Фаберлик, то оставайтесь со мной. Начать я бы хотела с декоративной косметики. Первое, что я вам покажу, это будет серия Glam Team, такая вот коробочка. И это у меня тональное средство сиянием с защитным фактором SPF 25, естественное сияние кожи, увлажнение в течение дня, легкая текстура. Я уже давно смотрю на этот тональный крем. Конечно же, он в каталоге идет совсем не бюджетно, довольно-таки дорого он стоит, я считаю. Но в каком-то каталоге была хорошая скидка, поэтому я наконец-таки решила его попробовать. Я выбрала в артикуле 6545, и вот так вот выглядит этот тональный крем. Согласитесь, упаковка, конечно же, очень красивая и привлекательная. Я выбрала средний тон, и не слишком белый, и не слишком темный, но попробовала два раза, и все-таки понимаю, что не совсем это мое тональное средство. Не совсем этот тональный крем подошел моему типу кожи. У меня кожа достаточно жирная в Т-зоне, и этот тональный крем, наоборот, делает мою кожу еще более блестящей и подчеркивает, наоборот, жирность на моем лице. Здесь такой удобный дозатор. Давайте покажу вам, наверное, этот оттенок. Немножечко вот так вот выдавлю его. Вот так вот распределяем, и сразу можно заметить, что он гипермега увлажняющий. Цвет, конечно же, классный, такой вот естественный бежевый, без желтого и розового подтона. Отлично мне подошел, но, к сожалению, жирный все-таки для моего типа кожи. Аромат мне, кстати, у него тоже не понравился, какой-то неприятный. Он достаточно долго сидит на лице. Не очень приятно это, конечно же, ощущать. Но в целом ложится он, конечно же, хорошо. Подойдет, я думаю, больше для нормальной и для сухой кожи. Если у вас тип кожи жирный или комбинированный, все-таки я бы не рекомендовала вам смотреть в сторону этого тонального крема. Наоборот, будет подчеркивать. У вас лицо будет просто как блинчик. Конечно же, у него есть какие-то светоотражающие частички, и визуально кажется, как будто бы у вас кожа такая подсвеченная, красивая. Но так как у меня комбинированная кожа, поэтому мне этого эффекта не нужно, он у меня и так есть. И присутствует у меня практически целый день. Поэтому эту тональную основу я, скорее всего, кому-то отдам. Следующее, что я приобретала по распродаже, это идет вот такой вот маленький лачок из серии Berry Shine. Вот такой вот у него артикул. Кстати, классный лак. Я уже его с удовольствием использовала. Сейчас его открою. Красивый такой, яркий, позитивный летний оттенок. Очень удобная кисточка. Вот такая вот, достаточно широкая. Удобно работать, лак густой, и даже с первого слоя уже получается такой вот насыщенный оттенок. Поэтому осталась довольна. Покупала его вообще очень бюджетно. Не знаю, что это за линейка такая была, но мне он действительно понравился. И держится, кстати, довольно-таки стойко. По хорошей цене в каталоге я купила тушь серии Glam Team. Вот так вот называется лимитированная коллекция артикул 58-55. Тоже коробочку убираем в сторону. И вот такое вот оформление у этой туши. В принципе, смотрится так неплохо. Но, честно говоря, не очень меня впечатлила эта тушь. Ну, во-первых, она набирает очень много продукта на щетку. Вот. И постоянно приходится это дело счищать. Так вот нужно очищать, чтобы не было никаких комочков на ресницах. И чтобы не переборщить с этой тушью. Потом уже можно наносить. Как видим, здесь получается такая вот лопатка силиконистая. Конечно же, эта тушь классно разделяет реснички. Она, да, их подкручивает. Делает, скорее, больше естественные такие вот ресницы. Но при этом хорошо прочесанные и разделенные. Но мне не хватает драмы на ресницах. Я вот люблю, наверное, туши, которые такие вот прям густые, черные. Прям вот хорошо прокрашивают так реснички. А с этой тушью, получается, ресницы немножечко тоненькие. Но при этом, да, прочесанные. Ну, вот не очень мне нравится, что приходится вот так постоянно счищать кисточку. Почему-то вот набирается очень много продуктов. Даже если вот так вот перемешать, все равно, вот видите, очень много средства. Не знаю, может быть, нужно этой туши немножечко полежать, как говорится. Тогда она будет работать классно. Но она у меня лежит уже очень давно в открытом виде. Пока все, не могу я ее приручить никак. Но посмотрим, как будет дальше. Далее из новой линейки декоративки, которая называется Жордан или Жордин, я купила вот такой вот карандашик. На самом деле, карандаш вообще просто тонюсенький. Я до сих пор умиляюсь над этим карандашом, потому что он очень тонкий. И это, пожалуй, самый тонкий карандаш, который когда-либо у меня был. У меня оттенок 55981. Мне понравился сводч в каталоге. Это такой красивый бордовый цвет карандаша, который я всегда хотела. И вот такой вот, девчонки, здесь тоненький карандашик, который можно с легкостью сломать. Конечно же, он выкручивающийся, но очень твердый. Сейчас вот я его вот так вот нанесу. Он какой-то очень хрупкий. Я прямо всегда боюсь его как-то наслаивать, потому что мне кажется, что он просто у меня сейчас отвалится. На руке рисуют неплохо, но глаз царапает. Мне не хватает мягкости от этого карандаша, поэтому меня он тоже не впечатлил. Цвет, конечно же, видите, какой классный. Бордовый, очень красивый. И на глазах смотрится классно, но я долго рисую стрелки с этим карандашом, потому что, повторюсь, твердый карандашик и немножечко моё веко он царапает. Пару раз он у меня даже ломался, потому что действительно очень хрупкий, и нужно быть с ним предельно аккуратным. Я думаю, что он закончится очень быстро. Не особо меня впечатлил, но я его покупала по хорошей цене со скидкой 70%, поэтому он мне обошёлся вообще за 99 рублей. Относительно недавно выходила вот такая вот линейка, не буду читать и коверкать это название, какая-то такая эко-линейка косметики, органическая, называйте как хотите, в таких, да, симпатичных коробочках. Я говорила, что мне эти коробочки чем-то напоминают косметику и в Роше. Тут очень много разных обещаний, что не тестируется на животных, что органическая и так далее. Давайте начнём вот с этой вот первой баночки. Здесь у меня находится вот такая вот помадка для бровей. Картонная такая коробочка, её убираем в сторону. Симпатичная маленькая такая баночка, прямо совсем крошечная. Бежевая крышечка классная. Артикул у меня 58-89, это тёмно-коричневый оттенок, был ещё светлый, он для блондинок коричневый, мне показалось, что он будет рыжить, обычно этим грешат все помадки, а вот тёмно-коричневый в самый раз то, что нужно. Открываем, здесь такая вот заглушка. И вот такая вот помадка. Как видите, я уже тут что-то потыкала, попользовалась этой помадкой. Скажу так, помадка делает красивые естественные брови, но с ней нужно повозиться. У меня есть помадка от Top Face, моя любимая, то есть я с ней рисую себе брови минуту 2, наверное. Ну всё про всё. С этой помадкой я, наверное, рисую себе брови минут 6. То есть с ней нужно, конечно же, повозиться, как-то постараться, чтобы брови получились красивые. Не знаю почему. Мне кажется, что связано это с текстурой. Здесь текстура довольно-таки твёрдая и такая суховатая. А другие помадки, они обычно по текстуре такие мягкие и податливые. Это нет, это очень твёрдая. С ней нужно повозиться, чтобы красиво прорисовать бровь и заполнить внутренние волоски. Но знаете, мне нравится сам эффект, потому что брови смотрятся очень естественно. Это действительно красиво, достаточно привлекательно и не как-то вульгарно. Поэтому буду дальше пользоваться этой помадкой. Я пока попробовала, отложила её в сторону. Ну как-нибудь займусь ею уже в полной мере. И тоже потом уже скажу вам про свой полноценный отзыв. И второе, что у меня было из этой линейки, тоже в такой коробочке, это вот такой вот бальзамчик для губ. Вообще здесь написано лип-кондиционер. Красивый такой нежно-розовый футляр. Кое-как нашла артикул 4109. Вот так выглядит. Здесь ещё был красивый такой логотип в виде цветочка. Это симпатичный розово-лиловый оттенок. Всё как я люблю. Вот так вот распределяется. Я не помню, как в каталоге назывался этот продукт. Помада или бальзам. Но на самом деле по текстуре и по действию это самый чистый бальзам с оттенком. Вот такой красивый цвет. Хорошо будет увлажнять губки. Он также приятно пахнет. На губах смотрится классно. Наносится тоже легко, как бальзам. Действительно увлажняет губы, хорошо за ними ухаживает. Но при этом быстро съедается. То есть буквально в течение часа вот этот оттенок сходит на нет. И потом нужно уже этот бальзамчик снова на губах обновить. Придает даже какой-то небольшой влажный блеск. Объёмчик губам. Смотрится действительно классно. Но быстро стирается. Поэтому я думаю, его нужно постоянно таскать с собой где-то в сумке. Либо в куртке. Чтобы можно было по-быстрому его обновить. Ну а так, да, понравился. Я хотела попробовать такой бальзам. И вот оттенок тоже мне показался презентабельным и носибельным. Также по распродаже. Из линейки Jardine. Забыла вам показать. Я купила масло для губ. Такая вот коробочка. Здесь написано, что это блеск, пробуждающий цвет губ. Что-то наподобие тинта. Артикул 40229. И вот так вот выглядит это масло. Я называю это именно масло, потому что это не блеск, а это именно масло. Вот такое вот красивое. Посмотрите, оно прозрачное. И приливается красивыми розово-фиолетовыми золотистыми блёстками. Смотрится действительно великолепно. Просто завораживает. Я бы даже так сказала. И давайте сразу покажу вам точно такое же масло, только из линейки вот такой вот, акватической. Тоже не буду читать, коверкать это название. Здесь артикул 46544. Очень отсвечивает эта коробочка. Тоже купила по распродаже за 199 рублей. И тоже я очень этому рада. Вот такие вот. Они абсолютно одинаковые. У них абсолютно идентичная текстура. То есть это такая же прозрачная основа, только здесь блёстки золотые, розовые, фиолетовые. А здесь блёстки такие вот серебряно-голубые. Действительно привлекательная картина, согласитесь. Я не смогла пройти неё. Я в последнее время полюбила различные масла для губ. Люблю именно масла, но не блески. Блески обычно жирнят губы. Эти масла, наоборот, очень комфортные. Их приятно держать на губах, приятно их носить. Поэтому я решила купить сразу же два масла. Пусть будет и то, и другое. Давайте начнём вот с этого масла, жардин. Если я сейчас буду откручивать вот это вот масло, мы здесь увидим спонжик, да, такого розового цвета. То есть действительно это масло, которое пробуждает цвет, как тинт. Получается красивый, такой розовато-сиреневый оттеночек на губах. Так по-весеннему классный. Я с удовольствием сейчас пользуюсь этим блеском. И перед выходом на работу, и на самой работе мне нравится. Здесь непривычный привкус конфеток-карамелек. Здесь привкус цветов. Это очень необычно, когда вы носите это на губах. Действительно вы чувствуете привкус такого цветочного букета. Но он не химозный, он не сильный, вполне комфортабельный. Поэтому мне очень нравится это средство. Давайте сейчас нанесу вот сюда вот на ручку. Вот такой вот он абсолютно прозрачный. Но при этом через какое-то время действительно цвет будет проявляться. Вот эти вот блесточки, они не чувствуются совершенно на губах. Они как мерцающие частички. Но на губках они действительно смотрятся. Поэтому если есть солнышко, то блесточки будут классно сверкать, искриться. Он такой лаковый, великолепно смотрится на губах. Прямо очень аппетитно, сочно, привлекательно. Я довольна. Отличное масло. И тем более за такую бюджетную стоимость. И второе масло. Тоже откручиваем. И смотрим на спонжик. Тоже такой сиреневый. И даже вот это горлышко тоже стало другого цвета. Нанесем. Вот сюда. Не стоит бояться, что у вас получатся губы цвета русалки. Нет. Вот так смотрится. Видите, тоже такой розовый сиреневый цвет. Здесь уже сладенький аромат приятный. Мне пахнет абрикосовым мороженым почему-то. Тоже через какое-то время цвет будет проявляться. Но уже видите, да, цвета получаются красивые. Тоже такие весенние, классные. Люблю и тот, и другой блеск. Смотрится шикарно. Цвета эти смотрятся на губах. Я даже не могу выделить, какой из этих масел мне нравится больше. Люблю и то, и другое. Хорошо губы увлажняют. Очень комфортные. Но, конечно, через какое-то время они тоже съедаются с губ. Нужно обновлять, как и обычные бальзамы. Но зато качество у них просто шикарное. С декоративной косметикой мы закончили. Теперь давайте быстренько пробежимся с вами по бытовой химии. Первое, что я покажу, это повторная покупка линейка Фаберлик. Хом. Средство для очищения ванной комнаты. С морской свежестью эффект белизны. Артикул 30221. Здесь можете почитать обещания от этого средства. Мне безумно понравилось, как Фаберлик Хом очистил мою ванну. У меня ванна была с какой-то непонятной ржавчиной. Возможно, это было от воды, либо от труб. Я не могла очень долго конкретный участок на ванне оттереть. И это средство отлично с ним справилось. Конечно же, продукт позиционирует себя тоже как натуральный. Уж не знаю, насколько это так. Но ни одно другое средство, которое я покупала, не могло справиться с этой ржавчиной. А вот Фаберлик Хом действительно с этим справился. Это просто чудеса какие-то. Теперь ванна белоснежная, красивая. Во-вторых, мне безумно нравится этот аромат. Знаете, это не какой-то запах хлорки, не химозный. Ты не задыхаешься, когда используешь это средство. А наоборот, такое приятное. Мне, наоборот, хочется постоянно его вдыхать и вдыхать. Это действительно запах какой-то морской свежести, морского бриза. Очень приятный. Я прям всегда наслаждаюсь, когда использую это средство и когда чищу свою ванну. Ванна в прекрасном состоянии, супер очищенная, белоснежная и с приятным ароматом. Люблю это средство. Повторяю уже не первый раз. Поэтому, девчонки, тоже советую. Сейчас не знаю, подорожало оно или нет, но оно действительно классное. И далее покажу вам три средства для мытья посуды. Вот такие вот у меня баночки красивые. Тоже одно из моих любимых средств для мытья посуды. Когда делаю заказы в Эберлик, обычно всегда стараюсь купить какое-нибудь средство. Мне нравится в этих средствах абсолютно все. Это у меня именно концентрированные гели для мытья посуды, два в одном. Первое у меня это свежий лайм. Такая вот упаковка. Не буду читать артикул, тут вот можете посмотреть. Сода эффект. Так же написано. Далее лимон и мята. Такая красивая желтая упаковочка. Вот с таким описанием. И второе средство, которым я сейчас с удовольствием пользуюсь. У меня тут, наверное, половина бутылька осталась. Это лесная малина. Вот сразу же скажу, что лесная малина мне нравится безумно. Мое самое любимое средство. Здесь такой натуралистичный аромат малины, просто словами не передать. Далее на втором месте у меня лимон и мята. Пахнет здесь больше не лимоном, а пахнет именно мохито. Это действительно листочки мяты, лимон и сахарок. Потрясающий тоже аромат, такой летний. И вот такой свежий лайм. Этот аромат меня вообще как-то не зацепил. Самый простой, самый банальный аромат лимона. Похож на любые чистящие средства с ароматом лимона. За что я люблю эти средства? Во-первых, классно очищают посуду. Даже в холодной воде прекрасно все очищают. Во-вторых, это деликатные средства, которые не сушат руки. И даже если вы моете руки без перчаток, эти гели ничего плохого с вашими руками не сделают. В-третьих, приятные действительно ароматы. Поэтому я обожаю эти средства. Также эти гели рекомендуют разбавлять водой. Но я этого не делаю. Я просто использую в чистом виде. Мне так нравится гораздо больше. В общем, люблю эти средства. Очень классные. Если не пробовали, то тоже вам советую. И теперь плавно переходим к уходовой косметике за лицом и за телом. Во-первых, хочу показать вам три средства, которые я купила по распродаже на сайте Фаберлик. Иногда там бывали классные распродажи. Не знаю, сейчас они есть или нет. Во-первых, я приобретала из серии Зима. Это, видимо, прошлогодняя линейка. Ультрапитательная маска для волос. Тут такой маленький объемчик. 75 мл. Пока, как видите, еще у меня баночка полностью запечатанная. Удобный формат. Можно даже брать с собой в путешествия. Поэтому, надеюсь, маска будет суперкруто питать волосы. Но, скорее всего, я ее уже оставлю на следующую зиму. Потому что много сейчас открытых других масок. Далее, что я купила по распродаже. Вообще, по привлекательной цене. По-моему, рублей за 60. Это линейка Биомика. Восстанавливающая маска сливки. Также с пребиотиком. Содержит натуральные компоненты. Должна восстанавливать, успокаивать и увлажнять. Интересный такой продукт. Мне понравилась очень эта маска. Не зря она называется маска сливки. Потому что, действительно, даже я сейчас выдавлю и покажу вам по консистенции. Это, действительно, такие вот легкие сливки. Как жидкая, наверное, 5% сметана. Вот так вот наносится. Аромат приятный, такой кремовый. Вы наносите это на лицо и держите. Действительно, эта масочка хорошо успокаивает лицо. Я думаю, также она будет неплохо восстанавливать лицо, если есть какие-то ожоги. И также она подойдет на лето. То есть, если вы обгорели, вы можете спокойно нанести эту маску. Она успокоит, увлажнит и придаст даже какой-то жизненной энергии. Потому что мне показалось, что эта масочка немножечко кожу охлаждает. И просто приятно с ней полежать и порелаксировать. Производитель рекомендует по истечении 15-20 минут снимать маску просто косметической салфеткой. То есть, убирать остатки. Но я так не делаю. Мне не очень такое нравится. Потому что, да, какая-то часть маски, она действительно впитывается в кожу. Но большинство средств все равно на лице остается. Поэтому я просто умываюсь. И мне очень нравится эффект. Потому что кожа действительно как персик. Она такая отдохнувшая, приятная на ощупь, гладенькая и действительно увлажненная. Потому что после этого средства мне не хотелось использовать крем. Поэтому мне понравилась. Классная штучка. Буду использовать на тот случай, когда мне нужно будет, ну как-то, знаете, напитать свою кожу. Либо как-то ее успокоить. Действительно комфортное, приятное. Подойдет абсолютно всем. И еще одно средство из распродажи. Это линейка Эксперт. Видимо, какая-то летняя линейка, раз написано Summer. Для всех типов кожи защита от солнца. Интенсивное питание, блеск и защита от УФ-фильтров. Такая вот баночка. Это тоже не новинка. По-моему, в том году она выходила. Может быть, даже когда-то раньше. Еще зафольгирована. Пока не открывала. Опять же, стоит пока в запасе. Ждет своего часа. Но опять же, по той причине, что очень много открытых масок. Поэтому решила пока отложить. И оставить на потом. Далее переходим к моим обычным покупкам. Во-первых, наконец-таки я купила вот эту вот зубную пасту из серии Dream Therapy. Я так давно на нее смотрела. Конечно, она не бюджетно стоит. Но все-таки я решила ее наконец-таки приобрести. Это ароматическая зубная паста, которая идет с экстрактом лаванды. Также в своем составе эта зубная паста содержит мелатонин. Вещество, которое регулирует цикл сон-бодрствования. Якобы эта зубная паста поспособствует быстрому засыпанию. И также обладает антиоксидантным и детокс-эффектом. Вы знаете, классная. Мне понравилась. Я уже с удовольствием и вовсю пользуюсь этой зубной пастой, как видите. Такая вот она на самом деле небольшая. Тут 50 мл. Я думала, она будет на самом деле больше. Вот такая вот паста. Обычная такая вот, как зубные пасты Calgate, например. Пахнет она мятой. Да, здесь чувствуется запах лаванды. Это действительно паста, которая как-то вот успокаивает. Я не знаю, как она это делает. Но действительно она какая-то такая приятная, успокаивающая. Ей очень приятно чистить зубы. И мне понравился ее привкус. Такой необычный, лавандово-мятный, деликатный. Она освежает неплохо полость рта. Но что мне в ней не понравилось, это то, что она плохо пенится. Очень плохо пенится. Из-за этого, конечно же, у нее достаточно высокий расход. Но во всем остальном она мне понравилась. И зубы классно чистит. И очищает хорошо. И дает приятный привкус. Поэтому классно. Я думаю, что буду ее брать, если буду делать заказы в Фаберлик. Далее я купила вот такой брусочек от Фаберлик. Это у меня вербеный лимонграсс. Такая вот линейка. Это кусковое мыло. 90 грамм. Я говорила, что кусковое мыло у меня всегда должно быть в ванне. И также мне Наташенька тоже дарила такое мыло. Не помню. И с таким же ароматом или с каким-то другим. В общем, теперь я обеспечена такими брусочками. И здесь тоже чувствуется приятный аромат. Наверное, вербены. Ну, в общем-то, как только открою, потом уже в пустых баночках вам о нем расскажу. Из линейки Ля Крим приобретала я вот такой вот кругляш. Это крем мыло. Ароматный уход. У меня персик и молочные протеины. Аромат великолепный. У меня, по-моему, был такой гель для душа. Решила также купить жидкое мыло. Жидкое мыло тоже лишнего, конечно же, не будет. Это кремовый такой аромат. И мне здесь больше пахнет йогуртовым персиком. Вот просто хочется действительно выпить эту бутылочку. Настолько правдоподобный нежный аромат. С удовольствием буду пользоваться этим мылом. Конечно же, уверена, что руки сушить оно не будет. Далее для век я покупала вот такое средство. Это линейка Bloom 35+. Крем для век, антивозрастной уход с биокапсулами молодости. Использую его, наверное, уже где-то половинку израсходовала и утром, и вечером. По консистенции это крем-гель. И хочу сказать, что, конечно, мне от него увлажнения маловато. Я считаю, что это средство больше подойдет для молодых девушек. И я бы, наверное, сказала, что это не 35+, а это 20+. Слишком уж легкое средство, такое невесомое, мало увлажнения и, конечно же, нет никакого абсолютно питания. Поэтому больше, наверное, подойдет на утреннее применение. Но я использую также и вечером, чисто чтобы добить это средство. Вот, мне оно не понравилось, как бы слабоватое. В недавнем своем заказе я приобрела из линейки BioGlow крем-гель для век. Я уже давно смотрю на эту линейку, но много чего нет в наличии, к сожалению. Здесь содержится комплекс с витамином С, улучшает цвет лица, придает сияние, стимулирует синтез коллагена и так далее. Как всегда, очень много всяких разных обещаний. Крем-гель для век, который, кстати, идет с легким охлаждающим эффектом. Возвращает коже свежесть и здоровое сияние. Такая вот коробочка и вот такой вот крем. Конечно же, я его уже попробовала. Он, конечно же, на порядок лучше предыдущего крем-геля для лица. Вот, то есть видите, да, выдавливается уже как полноценный хороший крем. Так вот распределяется. Моментально впитывается. Хорошо увлажняет зону под глазами. Это действительно чувствуется. Зона под глазками становится гладкая, приятная на ощупь. И действительно здесь есть легкий охлаждающий эффект. Это приятно держать такое на лице, особенно с утра, когда, допустим, не проснулся до конца, хочется спать. Наносишь это средство, оно действительно как бы пробуждает. А если будете держать это средство в холодильнике, наверное, будет эффект еще более крутой. Здесь очень приятный аромат мандаринов и апельсинов. Действительно такой цитрусовый микс. В общем, крем по первому впечатлению мне приглянулся и понравился. Конечно же, буду потом его тестировать. Знакомиться с ним подробнее. Пока полежит в запасах, потому что добиваю то, что у меня открыто. Так как периодически я делаю обычный лак, то решила купить себе новый топ. Это глянцевое топ-покрытие. 78-28 артикул. Там был еще другой топ, но я отдала предпочтение в пользу вот этого. Не знаю уж почему. У меня мой топ уже загустел, которым я пользуюсь, поэтому нужен был какой-то новый. Пока не пробовала, не скрывала, потому что вот недавно сделала себе гель-лак. Поэтому пока полежит. Скорее всего, летом буду делать обычный лак. И вот как раз-таки его потестирую. Дальше, девчонки, линейка для волос. Вот такая вот линейка, мороженое. Думаю, все ее уже заказывали. Я себе покупала именно линейку, сейчас прочитаю, питательную для сухих и ломких волос. Уж так повелось, что я больше предпочитаю покупать питательную линейку, потому что у меня бесцвеченные волосы, и хочется как-то их всегда супер-пупер напитать, увлажнить, чтобы они не были сухими. Поэтому выбрала именно такую линейку. И мне линейка приглянулась и тоже понравилась. Шампунь очень классный. Он действительно потрясающе пахнет ягодками. Здесь чувствуется и кислинка, и сладинка. Наверное, так пахнет мороженое. Я уж не знаю. В чистом виде я ее не видела и не пробовала. Но аромат действительно очень приятный и интересный. И достаточно необычный. Шампунь хорошо волосы промывает, не жарнит, и при этом не спутывает, что мне понравилось. Поэтому считаю, что шампунь классный. Потому что те шампуни, которые, наоборот, спутывают мои волосы, я их не люблю. И сразу считаю, что они работают плохо и не действуют в том направлении, в котором они заявлены. Здесь такого нет. Мне шампунь понравился. Тоже буду с удовольствием использовать. Пока попробовала только два раза. И далее вот такая вот идет масочка. Здесь, конечно же, маленький объем. Всего лишь 150 мл. Артикул 0197. Маска увлажняет, питает волосы, придает силу и блеск. Здесь была еще защитная фольга. Я ее сняла. Вот такая вот тоже красивая. Оранжевенькая масочка. Достаточно густая. Как видите, она не стекает. Запах тоже очень классный, сладенький, ягодный. Масочка тоже мне понравилась. Но, конечно, на мою длину эта маска улетит очень быстро. Но хорошо увлажняет, тоже распутывает волосы. И волосы прекрасно себя чувствуют после этой маски. Гладенькие, не пушащиеся в разные стороны. Не топорщица, наоборот, увлажненные и замечательные. Поэтому линейка классная. Там вообще у серии Морошко есть много разных видов масок и шампуней. В общем, можно подобрать что-то под себя. Следующая красивая коробочка, которую я приобрела. Вот такая вот линейка. Это у меня кислородный мусс для глубокого очищения лица. Тоже давно смотрю. И девчонки, я знаю, многие хвалят это средство. Содержит также в составе витамин С. Активизирует синтез коллагена, повышает тонус кожи и омолаживает. Коробочка, конечно, просто на высоте. И сам тюбик. Тоже не менее привлекательный. Вот мне нравятся вот эти вот узорчики. Такие вот точечки, они немножечко выпуклые. И приятно их так теребить. Кислородный мусс для глубокого очищения. Это самое, что ни на есть, корейская пенка для умывания. Действительно, здесь нужно совсем-совсем маленькую горошину. Сейчас мы ее выдавим. Далее вы вспениваете это средство на своем лице. Вот видите, пошла уже пенка. Действительно, мне напоминают корейские различные умывалки. И пенка, конечно же, такая вот густая, мягкая. Тут у меня воды нет, поэтому она не такая взбитая получается. Аромат классный, растительный. Вот такая пенка. Ею можно умываться и с утра, и по вечерам. Она тоже вытягивает всю грязь. Великолепно очищает лицо, как говорится, до скрипа. Но при этом кожу совершенно не сушит. И она также имеет какой-то вот охлаждающий эффект. Очень такой приятный. Безумно нежная. И также безумно приятная пенка. Я думаю, она понравится также абсолютно многим. Насыщает кожу кислородом, не сушит абсолютно. Я думаю, что она также увлажняет лицо. В общем, мне понравилась. Кожа тоже как персик. Как будто бы вы попробовали какую-то хорошую масочку для лица. Вот такой вот эффект после этой умывалочки. Люблю подобные муссы, пенки. Поэтому, думаю, тоже будет моим фаворитом. Следующее, что я приобрела для лица, это линейка Weekend. У меня она состоит из двух средств. Это восстанавливающая сыворотка для лица и увлажняющий гель для лица. Гель для лица в прошлом каталоге вышел вообще бюджетно за 199 рублей. Цена была гораздо ниже, чем в самом каталоге. Такие вот баночки. Ну и давайте начнем, наверное, как раз-таки с восстанавливающей сыворотки. Вот такой вот у нее состав, если вдруг кому интересно. Сыворотка с легкой текстурой ухаживает за кожей, повышает эластичность и упругость. В составе этой линейки Weekend содержится вулканическая термальная вода, которая насыщает кожу минералами и заряжает энергией. Вот такая вот баночка. Она, кстати, абсолютно стеклянная. Сыворотка, конечно же, небольшая. Тут всего лишь 15 мл. Вот такая вот удобная помпа-дозатор. Вот так вот выдавливается. Есть определенный минус у этой сыворотки, потому что она выдавливает очень много продукта. То есть здесь невозможно дозировать. Если, например, я хочу немножечко продукта, я его не получу. То есть тут выдавливается всегда очень-очень многое. Это, наверное, довольно-таки большой минус. Консистенция самая обычная. Классическая такая вязкая сыворотка. В общем-то, все как нужно. Она быстро впитывается. Она действительно прекрасно увлажняет лицо. Я думаю, если пользоваться ею регулярно, то она также будет делать кожу упругой. И, может быть, по обещаниям улучшить цвет лица. Конечно же, нужно попользоваться ей на полной основе, чтобы сделать какой-то вывод. Пока что я ей пользовалась, наверное, раз пять. По первому впечатлению мне понравилось. Она не ложится пленкой. Она не силиконистая. Наоборот, комфортная, приятная. Быстро впитывается. Прекрасно кожу увлажняет. Кожа чувствует себя прекрасно. Подготавливает также кожу к нанесению дальнейшего крема. Поэтому пока хорошая. А там попробуем дальше. И, конечно же, уже в пустых баночках будет полный вердикт по этой сыворотке. И второе, что я приобрела из линейки Weekend, это увлажняющий гель для лица. Здесь тоже хочу обратить внимание на состав. Состав, конечно, просто отвратительный. Потому что в составе содержатся красители и силиконы. Я не очень люблю силиконы в косметике. Потому что, как правило, я их чувствую, очищаю. И это не очень, конечно же, приятно. Система глубокого увлажнения для безвоженной кожи. Легкая гелевая текстура освежает и не оставляет липкой пленки. Ну, тут я бы поспорила. Тоже такая коробка. Вот такое вот оформление. Нравится мне вот этот вот розовый тюбик симпатичный. 50 мл. Попробовала я этот гель для лица. Такая вот у него текстура. И уже, наверное, по первому впечатлению даже можно увидеть, что в составе, конечно же, есть силиконы. Видите, такая блестящая гелевая текстура. Впитывается вроде бы быстро, но лежит пленкой. И я эту пленку очень сильно чувствую. Поэтому мне этот гель, к сожалению, не понравился абсолютно. Кожа даже вот так вот будет блестеть. Но это вот самая настоящая пленка. Аромат приятный, такой вот освежающий, какой-то даже арбузный. Аромат, конечно, очень понравился. Но действия самого геля, конечно, никакое. Конечно, подходит на утреннее использование. Великолепно действует как база под макияж. Тональный крем под ним не скатывается. Но пленку я чувствую. Поэтому я не могу долгое время ходить просто с этим гелем. Вот мне неприятно, мне хочется смыть. Если я сверху начинаю накладывать тональный крем, тогда нормально. Вот этот эффект неприятной пленки, он уходит. Потому что, видимо, сверху еще накладывается слой тональника. Поэтому нормально, комфортно. Но если вот в одиночку использовать, да, то мне неприятно. Вот я даже сейчас нанесла. И я чувствую, как у меня вот этот участок на коже липкий. И чувствую, что здесь что-то нанесено. Не очень это как-то приятно. Поэтому не знаю. Кому-то понравилась, кстати, эта линейка. Но мне вот этот силиконистый эффект не зашел. Видимо, потому что моя кожа реагирует на такие силиконы. И я обычно не могу спокойно их держать на лице. Я всегда их чувствую. Поэтому гель мне не понравился. Идем дальше. В прошлом каталоге также выходила вот такая вот линейка. Которая называется Гиалуронка. Я купила себе крем для век. И также дневной крем. Конечно же, хотелось купить просто все. Но так как цены поднялись, то я решила, ну хватит мне двух этих средств. Взять тоже на пробу. Посмотреть, как понравится или нет. Давайте начнем с первой упаковки. 50 мл. В составе содержится гиалуроновая кислота. Кальций морского происхождения. Инкапсулированный витамин К2. Мощный антиоксидант. Кислородный комплекс. И так далее. Как обычно, много интересного, много красивого. Так, в составе также есть различные масла. Вот здесь вот можно посмотреть. Это дневной крем для лица. Увлажняет, устраняет стянутость, дискомфорт, улучшает внешний вид кожи. Такая коробочка. И сама линейка мне тоже понравилась по оформлению. Потому что это такой симпатичный, такой вот лазурный цвет. Действительно, цвет, который направлен на увлажнение и на гиалуроновую кислоту. Ну, по крайней мере, хочется, конечно же, в это верить. Попробовала уже этот крем. Тоже сюда нанесу. Вот такой вот самый обычный, классический белый кремушек. Вот такой вот. Здесь уже не чувствуется никаких силиконов. Быстро впитывается. Кожа мягкая, нежная, приятная. Аромат тоже классный. Какой-то такой морской, свежий, огуречный. Аромат, который действительно понравится абсолютно всем. Крем комфортный. Тоже как база под макияж. Подходит великолепно. Кожа моя прекрасно приняла этот крем. Вот с ним комфортно. Комфортно ходить, комфортно его ощущать. Прекрасный. Увлажнение дает, кстати, тоже крутое. Мне понравился. Лежит великолепно. Поэтому, девчонки, могу посоветовать. Этот дневной крем мне и моей коже, он подошел. Вот, поэтому к этой линейке претензий, конечно же, никаких у меня нет. И второе, что я приобрела, в объеме 15 миллилитров. Здесь, в принципе, по компонентам все то же самое. Увлажняющий крем для век. Быстро впитывается, придает коже мягкость, гладкость, ощущение свежести на длительное время. Тоже уже с удовольствием его я потестировала. Вот такая вот упаковочка. Самый обычный тюбик. И крем тоже хороший. Я вот люблю такие вот крема, которые не крем-гели, а вот именно полноценные крема. Потому что именно они дарят хорошее обычное увлажнение, питают кожу и убирают моментально сухость. Моментально тоже впитывается, тоже комфортный, приятный. В принципе, очень похож по текстуре на дневной крем. Как говорится, как будто бы разливали из одной бочки. Тоже хорошо питает зону под глазками. Конечно же, с морщинками он не справится, но при этом будет хорошо увлажнять. Это, конечно же, самое главное, чтобы не появились морщинки, которые вызваны сухостью. По первому впечатлению тоже я осталась довольна. Так что у меня теперь аж целых три средства для век есть. Так что я на долгое время обеспечена средствами по уходу за кожей вокруг глаз. Так что серия гиалуронка действительно классная. И последнее, девчонки, что я вам покажу, я уже тут, как обычно, наболтала в этом видео. Это выходила линейка из серии «История любви». Я люблю классическую версию, но тут выходила линейка с ароматом дикой земляники. Это гель для интимной гигиены с дозатором и также гель для душа. 200 миллилитров. Ну, что хочу сказать. К сожалению, меня эта линейка разочаровала. Я, конечно же, ожидала чего-то другого. Ожидала более приятной и правдоподобной одушки. Но не тут-то было. Здесь аромат какой-то искусственный. Я, конечно же, в душе не пробовала, но по первому впечатлению из бутылочки мне не понравилось, как это пахнет. Вообще земляникой не пахнет. Здесь какой-то тонкий намек на клубнику. То есть больше пахнет клубникой. Но при этом аромат не настоящий такой вот спелый, знаете, сладкой, сочной клубники с грядки, а такой клубники водянистой, разбавленной и искусственной. Ну вот не натуральная клубника, а какая-то разбавленная, неприятная. Не знаю. Я думаю, что в душе эта серия себя также не раскроет как-то красиво. Поэтому считаю, что линейка не особо удачная. Ну, на мой взгляд. Может быть, кому-то она и понравилась. Но мне показался аромат ни о чем. Неправдоподобный, какой-то искусственный, даже пластиковый. Все, девчонки, показала вам все свои недавние покупки уходовой и декоративной косметики от Фаберлик. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, что вам понравилось. Чем вы пользовались из представленного. Какое у вас сложилось мнение на тот или иной продукт. Мне всегда будет интересно узнать ваше мнение. Также не забывайте подписываться на мой канал на Яндекс Дзен. Видео дублирую в том числе туда. Не забывайте подписываться. Ссылочку оставляю внизу. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, что остаетесь здесь со мной на Ютубе. Желаю всем отличного настроения. Удачного дня. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока.